Всем привет! В эфире самая молодежная программа «Альбоматры» и с вами Таня и Вика. Сегодня в программе мы познакомим вас с юным этакросершей, а также поговорим о ЦТ в выпускниках и дадим несколько модных советов. В общем, смотрим «Альбоматры» и не переключаем. Огонь! Учащийся Могилевского экономического профессионально-технического колледжа Игорь Плетнев представил свою коллекцию одежды в Париже. До этого его «Провокатор без лица» — название коллекции — стал третьим на мельнице моды в Минске. Коллекция состоит из мужских костюмов, отличительные черты провокатора — многослойность, принты ручной работы и сдержанная цветовая гамма. Шаг во взрослую жизнь совершили более 10 тысяч 11-классников. В Могилевской области отгремели выпускные балы. Кроме классических выпускных, были и стилизованные вечеринки. В 11-й школе Могилева, где работают франкофонные классы, прошел праздник во французской тематике. Гость мероприятия — чрезвычайный и полномочный посол Франции в Республике Беларусь, вручил ученикам сертификаты посольства Франции об успешной сдаче экзаменов в билингвистической секции. Сейчас по всей стране идет централизованное тестирование, а вступительная кампания продлится до 6 августа. Желаем удачи! Не за горами окончание централизованного тестирования. А это значит, что уже совсем скоро выпускники школ начнут штурмовать приемные комиссии различных вузов страны. Я собираюсь поступать в БГУ. Готовилась усердно, потому что я знаю, что это важно. И я знаю, что чем усерднее ты готовишься, тем больше шансов у тебя поступить. Куда собраетесь поступать? В Академию МВД. Общество Единя основного права. Могилевский филиал Белорусского института правоведения. Один из самых молодых вузов на Могилевщине. И при этом первый юридический вуз области. Ровно 20 лет назад состоялся его первый выпуск. На нем побывала Ирина Бородиловская. Смотрим. Работники судов и прокуратуры, милиции и таможни, юристы предприятий и банков, нотариусы и адвокаты. Успешные и состоявшиеся люди. 20 лет назад они стали первыми выпускниками Могилевского филиала Белорусского института правоведения. Первого юридического вуза в нашей области. 90-е прошлого века временем были непростым. Развал Союза, сложный экономический период и острая нехватка юридических кадров. Создание филиала в 1993-м стало выходом из ситуации. Первые наборы были очень хорошо подготовлены. У них была и хорошая школьная подготовка, и высокая подготовка здесь. Первыми стали три отделения – дневное и два заочных – на базе высшего и среднего образования. Тогда у института не было собственного здания, практически не было учебников. Ну, жили студенты весело. Кто-то после выпуска остался в своей альмаматор и посвятил себя науке и преподаванию. Кто-то ушел в практическую юрспруденцию. Нас было очень мало, но мы были в тельняшках. Я помню, как наш собственник, учредитель, уважаемый Степан Федорович Сокол, доктор юридических наук, идя с автовокзала, привозил нам учебную литературу. У нас не было ксероксов, у нас не было сканеров. Мы ходили в библиотеку, сидели до темна. Мы были и остаемся молодыми, жизнерадостными. Могилевский филиал помог найти вот все то, что мы искали. Такую замечательную профессию юрист. Ну, естественно, студенчество – это яркая пора, это веселье, это шутки, это юмор, это встречи, это занятия. Но поскольку мы все-таки заочники, совмещали и работы, и учебу, это, конечно, приходилось и ночами где-то сидеть, почитывать лекции, сдавать экзамены, зачеты. В 1997-м 103 выпускника Могилевского филиала получили дипломы о высшем юридическом образовании. Треть из них с отличием. 20 лет назад я тоже была выпускницей этого вуза. Судьба сложилась так, что я стала не юристом, а журналистом. Но студенческие годы, проведенные в Альма-Матер, навсегда запомню самыми веселыми и беззаботными, даже несмотря на сессии. На вечере встречи выпускники 1997-го снова смогли почувствовать себя студентами. И даже сдали сессию. Сдаю я учебную дисциплину «Историю государства и права Республики Беларусь». Значит, специальный вопрос. Как до революции называлась центральная улица города Могилева? Ответ сразу или может быть? Большая Садовая. Вечер выпускников – это воспоминания и встречи однокурсников, студентов и преподавателей. Сегодня те, кто стоял за кафедрой, гордятся теми, кто сидел за партами. Студенты, вы были классные, в полном смысле этого слова. Меня беспокоит больше, какими вы были преподавателями. Но, судя по тому, кем вы стали, преподавателями были мы, вроде бы и неплохими. Мне, во-первых, приятно. Постольку, поскольку я принимал непосредственное участие в выпуске, подготовке и так далее. Мне приятно в том, что вы выполняете свои функциональные обязанности на высшившем уровне. Сегодня в Могилевском филиале БИПа три кафедры. Вуз готовит студентов по шести специальностям. За время работы его выпускниками стали больше двух тысяч студентов. Но только 103 из них могут сказать – мы были первыми. Вроде бы учеба закончена. У школьников каникулы, а Таня Соловьева продолжает раздавать свои каверзные вопросы. Да, продолжаю. У тебя еще не спросила. О, вот молодой человек, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Почему со временем срез яблоко желтеет? Вот как здесь? Потому что яблоко само окисляться начинает. Потому что окисляется. А что, окисляется? Я знаю, что чем быстрее оно вот так вот окисляется, тем оно лучше и болезнее. Да, потому что стареет. Стареет? Да. А что сделать, чтобы оно помолодело? Ну, выврестись. Если вы за темные вот эти вот места, то я слышал, потому что там железо, оно начинает окисляться. Оно окисляется. А что именно в нем окисляется? Ммм, на воздухе, наверное. Это какое-то органическое вещество. Я так понимаю, бактерии, может, какие-то поселяются. Как думаете, полезно такое яблоко или нет? Ну, можно срезать и есть. Потому что железо входит в реакцию с кислородом. Ну, я так понимаю. А скажите, полезно ли такие яблоки? Как думаете? Такие? Ну, я бы не стала есть такое яблоко. Потому что оно натуральное. А, натуральное не желтеет? Ну, знаете, когда покупаете обычно в магазине, то они лежат несколько дней и остаются такими, какие были. Из-за пектина. Из-за какого пектина? И что это такое за умное слово? Ну, там какое-то вещество. Называется пектин. И что с этим пектином происходит? Ну, он со временем начинает выделяться, получается. Со временем срез яблока желтеет от того, что в нем окисляется содержащийся железо. Ну что, студенты, смотрите «Альмаматор», контрольный вопрос и кушайте здоровую пищу. Экстремальными видами спорта в основном увлекаются парки. Иногда девушки, ну что быть дети, это нонсенс. Десятилетняя Лиза Селезнева увлекается мотокроссом. Это вообще уникум. Ага, Вика, давай смотреть про нее. Трасса для мотокросса. Здесь могилевские мотоциклисты тренируются и готовятся к соревнованиям. Об этом силуэте не все могут узнать молодую мотокроссершу Елизавету Селезневу. Молодой спортсменке всего 10 лет. И посмотрите, как она управляется с мотоциклом. Проезжает около 40 соревнований в год. Результативно выступала на белорусских, российских и европейских спортивных площадках. На одном из последних стартов в Брянске стала первой в женском зачете в классе мотоциклов до 65 кубов. Елизавета Селезнева продолжает тренироваться для участия в чемпионате Беларуси. Своими желаниями и планами она поделилась и с нашей съемочной группой. Я хочу стать чемпионкой на Европе, приезжать первой, обонять мальчиков. В лентах соцсетей до сих пор мелькают фото с выпускных вечеров. Модные селфи перед входами на ЦТ. Хотя что мы вам рассказываем? Смотрим бомбическую рубрику «Репост». В Беларуси продолжается централизованное тестирование. От волнения будущий абитуриент может забыть все – и формулы, и правила. Но вот сделать селфи и написать в Инстаграм о том, как он волнуется – никогда. Последнее тестирование пройдет 2 июля, так что пожелаем ребятам удачи. Все, кто только мечтает стать студентом, с завистью смотрят на счастливых выпускников вуза, которые вовсю выкладывают свои фото с дипломами. Сейчас молодые специалисты отдыхают от ГОСов и защиты дипломных работ, однако впереди у них настоящая взрослая жизнь. 12 июня в Комсомольском сквере прошел праздник, посвященный Дню донора. Зажигательный флешмоб и веселые викторины организовали студенты Белорусско-Российского университета и Могилевского государственного университета продовольствия вместе с сотрудниками Могилевской областной станции «Переливание крови». Организаторы не только развлекали гостей, но и просвещали, раздавая брошюры и рассказывая о пользе сдачи крови и ее компонентов. А в Тайм-кафе «Небо» прошел второй раунд молодежной юмористической лиги КВН. За победу и выход в третий раунд сражались пять команд. Сара Конор, «Открой и нажми», «Машина», «Космонавтов 11», «HD». Самой веселой и находчивой оказалась команда университета продовольствия Сара Конор. Наступил аппаратур слетов и выездов на природу. Этим оперативно воспользовались студенты Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Побегать, попрыгать и посоревноваться друг с другом в физической подготовке они смогли. На фестивале «Здоровье начнем с себя» на Верхнем озере. Дарс, прыжки через скакалку, метание меча в цель, песню у костра. В общем, каждый нашел себе занятие по душе. Впереди лето и время менять имидж. Именно поэтому команда «Альма Матер» отправилась на перевоплощение. И при этом рассказывает о новых трендах в ближайших трех месяцах. Ну что ж, смотрим. Может, что полезное узнаем. Да. Мода в этом году, она более демократична. Поэтому я рекомендовала бы девочкам вообще через макияж выражать свой характер, свое внутреннее состояние. Красивые черты лица. У нее, ей нужно открывать однозначно лицо. Собирать что-то на крутку. Собирать сзади. Делать акцент на объем. Самое модное – это здоровая, конечно же, кожа ухоженная. Минимум макияжа, губы без контура. И если кому-то хочется какой-то яркости, вот как вариант для Татьяны, мы сделали яркая стрелочка. Модные тенденции сейчас пошли. Но это милитари стиль, да, когда короткие там виски, затылок и удлиненный верх, да, как там вот у солдата. Татьяна, можете подмигнуть? Красивой яркой стрелкой. Еще раз. Это модно такой небрежный немножко вариант. То есть не зализанный, а чтобы в волосах была текстура, ну, как вам сказать, как будто… Студенческий вариант. Ну, студенческий можно и так. Как будто вот студент проснулся утром в общежитии, и вот у него на голове такой вот стиль, текстура такая. Немножко небрежная. И вот самое главное, чтобы она была аккуратная. Тренд этого лета – уход за собой. Я имею в виду даже парней, потому что, сейчас, наверное, обратили внимание, да, по улице очень много ухоженных парней. Раньше не так было. Дима, прическа в огне. Следующий. Огонь. Этим летом всем выпускникам и студентам я рекомендую искать свой стиль, не бояться экспериментов, быть в тренде и быть модными. Актуально вот красить волосы пацанам сейчас, да, на коротких стрижках тоже делать, ну, не делать а-ля, кобзон, да. Так что блондин. Как в отпетых мошенниках. Да, покрашено. А, покрашенные волосы слегка, там, концы, эффекты выгоревших концов, там, цвет, цвет, сейчас самое модное, это, конечно, все оттенки холодных тонов, это, то есть, пепельные такие, металлические. Пепельно-седой. Седой, да, типа седой. Ну, мне можно. Бомба, в прямом смысле этого слова, ну, по крайней мере, маленький взрыв, но произошел, так, хоть когда-нибудь в жизни у тебя был подобный объем волос? После выпускного в школе на следующий день, когда я проснулась, расчешала свои волосы. Так, а что у нас здесь с глазами, скажите? Мы делаем глазки ярче. Будем делать яркую стрелку? Нет, как раз таким. Обойдешься. Обойдемся яркими, яркими бровями, яркими глазами. Всем студентам и школьникам я советую быть самим собой, следи за своими волосами и внешним видом. Милитари гранж. Тренд 2017 года. Большое. А на этом все. Включайте «Беларусь. Четыре могиле». Алима-матер каждые две недели. И, конечно же, заходите в нашу группу ВКонтакте. Увидимся. Пока-пока. Блин, Лята, приходи быстрее, а. Мужчина, почему у вас пуховики? Мужчина, почему у вас пуховики? Продолжение следует...